В Сванетии сохранились удивительные средневековые постройки, сванские башни. Башня принадлежала одному роду и передавалась по наследству от отца к сыну. И чем богаче была семья, тем выше башню они могли себя отгрохать. Эти башни служили для обороны от врагов. Сванетия, в отличие от остальных мест Грузии, ни разу за полторы тысячи лет не была завоевана, поэтому грузины здесь сохранили голубые глаза, светлую кожу и светлые волосы. В Сванской башне нет ни окон, ни дверей. В башню попадали из подземного тоннеля, который шел прямо из дома. И врагами были не только внешние захватчики, но и враги семьи. Говорят, что за полторы тысячи лет было уничтожено около двухсот сванских родов, потому что здесь была традиция кровной мести. Башня, семейная церковь и семейное кладбище. Такой набор был у богатых сванских семей. Пока никто не нападал, вся семья жила в доме, а башня служила складом для продуктов, и на верхнем этаже был всегда запас камней, чтобы бросать на голову врагам. Башни считаются одним из чудес света. То, что торчит вверх, а столько же идет вниз под землю. И они построены в форме куклы-неваляшки. Во время землетрясения они шатаются, но за сотни лет они не разрушились. И никто не знает, как их строили. Огромные, прям многотонные камни, как их можно было туда поднять, никому до сих пор непонятно. В Грузии много очень старых средневековых церквей христианских. Самая старая в мести церковь начиналась строиться в 8 веке нашей эры. В ней сохранились фрески 8 века, 10 века, 12 века. Прямо видно их наслоение. И владеет этой церковью один сванский род. Также у него есть несколько башен сванских. И самая именно старая и святая церковь здесь находится. И нам посчастливилось познакомиться с Резо. Это представитель древнего рода строителей, художников и священников, которые строили эту церковь и затем поддерживали всю эту древнюю церковь 8 века. Ход желаний. Что-то минимум с Рождества Христова. Минимум. А до того, наверное, потому что до того ухо желаний и нотов эта буква отделились как-то и поставили ход желаний. Наши роды так, один из старших, славых родов. Они еще у вас у рода башни не длились. Башни, да. Несколько башен. А вот зачем такую, такие башни делали? А? Зачем делали такую форму башни вообще? Зачем? Включим. Это форма, пластическая форма крепости. Некрасиво, разве? Очень красиво, просто, ну, странно, такая высокая постройка. Зачем она нужна? Зачем? Чтобы заходили туда еще, защищались, семью завозы, телесу, народу. Попробую подниматься. Ну, просто ночью, даже если подползти, что-то поджечь, там же невозможно. Ну, поджечь, поджигали, но там все-таки ничего не случалось. То есть там продумано, какая-то констанция архитектурная хрень? И если поджечь, чтобы там людей задушить, придется траву наломать, знаете сколько? До половины хотя бы, чтобы обложить травами. Это крепости, прекрасный крепость, между прочим, очень новая крепость. Ну, вот, потом в Италии, везде есть такие роды башни, которые, ну, все, но поленяли. То есть там, может, позже были, сначала здесь? Да, тоже есть такие башни. Вот, представьте себе, выше нас эта разрушенная башня. Представьте себе, с чем, как они могли эти камни туда поднять. Так, даже не были этих кранов строительных. Ну, непонятно. Пойди подумай, посмотри, как они умудрялись там подниматься на такой, что ты таких камней. Черезчур сложно. Черезчур сложно, а из нас. Потому что там не были тогда технологии, техники. Вот, умудрялись. Вот, несколько тонн камень. И без грана поднимались на 10 метров в высоту. Под комком? Ну, это уже секретное. Их, это их не секрет. Да, это вот думает наука и наша наука, и их, другая. Ну, не додумались никак. Суанская архитектура, в общем, всемирно известна сейчас. Вот, в симпозиуме в Италии, Суанскую архитектуру присвоена. Один из найдущих архитектур. Красивый, правда. Ну, вот. И по живописи, и по сценописи тоже. И по Суаню, в общем-то, очень такой необычный народ. Чистой кровью, синие глаза вот у вас. Это редкость такая, а здесь у многих мужчин синие глаза. Ну, это со временем, наверное, правда. Ну, вообще, в основном, Суаня светлее. Потому что турки их не завоевали, а осталось кровь. Ну, когда с турками пришли, они стояли на своем месте и отбивали себя. В карах невозможно было победить с Суаном. Ну, еще с такими башнями. При том, они держали северную часть Кавказа. И южную часть тоже, и прям Чорноморье тоже. Вот. Потрясающе. Сени по-гиблейски. Но это грузинно списывали, да? Да, это Суани. Суанский живопис. Суанский на стене фрески живопис. Вот, когда тут Иисус. Говоришь, они врачи слов. Поведение ухра, младенца Иисуса Христа. Потом юртами, влечения юртами от Иоанна Испитина. И переоблашение на запад. Как же она так сохранилась? У нас здесь все, а вот здесь ж важно. У этого слоя века два слоя фресок, 10 и 12 века. Вот. Ну, везде видно, следует, это 10 век здесь. Ну, заметно, да? Это второй слой. Второй слой. Сверху просто. То есть там уже не замечательно. Первый слой и заново расписано. А там обвалилась и видно нижний слой. Ого. Вот хотелось бы этот верхний слой именно перенести туда, что я показал. Первый этот. То есть его можно аккуратно снять, восстановить, и будет нижний движение. Да, но это можно снять. Технически это не проблема, но спина сам и проблема. Можно снять, переставить только. Только форму надо давать. Там в состоянии тоже копии, как. Но вот форму же не изменишь в этом штукатурке. Именно точно такую форму надо там давать и потом снять здесь и перенести туда, как можно. Получится вместе одного храма два церкви. Второй слой, 12 век, это известный чему-то очень. Теодор, художник царя Теодорей, Довида Старина. Неизвестный, ну, Суан, местный художник, художник. Это, наверное, с нашего рода. потому что священники, которые строили этот храм, с десятого века, как очень находится у нас, то мы передаемся с поколений, с десятого века. Так что больше десяти веков мы присматриваем за этой церкви наши люди. Они были священниками, монахами, писарями, переписниками, художниками, так что творили и жили. В Адама, когда распяли Христа, его же копьем проткнули, правый Бог. Тут капли крови от Иисуса Христа попали туда, где были захоронены Адамы. Это у них связывали. Да, это все очень интересно. Иисус Христа